Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про один из массовых кроссоверов в мире И это Nissan Qashqai, который прекрасно знают все Раньше производили их у нас в стране, а сейчас, к сожалению, нет Он подвергся рестайлингу и давайте мы посмотрим, каким же он стал, интересным или не очень Кашкай на протяжении многих лет был одним из самых продаваемых кроссоверов в Европе Выпуская более 100 тысяч единиц автомобилей в год Дебютировав в 2006 году к 2021 году, Кашкай дожил до третьего поколения Однако японский автопроизводитель вновь готовит обновленную версию Стремясь сохранить свои преимущества на рынке компактных кроссоверов с высокой конкуренцией Обновление экстерьера вряд ли можно назвать радикальным мероприятием Тем не менее популярный внедорожник получит довольно существенную замену носовой части В новом облике Кашкай отказались от прежней хромированной решетки радиатора Вместо нее появился гораздо более широкий воздухозаборник Который, по словам Nissan, вдохновлен чешуей древних японских доспехов Более тонкие светодиодные фары теперь оснащены функцией адаптивного дальнего света И, как утверждается, улучшают ширину освещения Несмотря на меньшие размеры, чем у модели дорестайленной Боковые и задние изменения остаются минимальными Теперь нижняя часть дверей отделана хромом А задний бампер полностью поменяли на новый Хотя форма задних фонарей не изменилась Их внутренние элементы имеют форму, аналогичную вставке в решетку радиатора По данным Nissan, Qashqai для европейского рынка получит 18-дюймовые диски А в ближайшем будущем в линейку будут добавлены 19 и 20-дюймовые модели Что касается интерьера, то Qashqai в основном остается прежним Хотя и с новой обивкой и цветами отделки Внутри Qashqai оснащен новой, более мощной информационно-развлекательной системой на базе Android Со встроенной поддержкой Google, позволяющей водителям входить в свою учетную запись И получать доступ к определенным сервисам, например, таким как карты Во флагманских вариантах система по-прежнему работает на 12,3-дюймовом сенсорном экране Обновленный Qashqai получит значительное улучшение в области безопасности В том числе новую камеру кругового обзора Позволяющую водителям выбирать одну из восьми различных точек обзора камеры Для визуализации автомобиля спереди, сзади и по бокам Кроме того, в салоне по-прежнему доступны панорамная стеклянная крыша Передние сидения с функцией массажа И аудиосистема Bose Premium Прежним остался и набор вспомогательных функций Nissan для водителя Таких как удержание в полосе Предупреждение о перекрестном движении сзади Динамически адаптивный круиз-контроль Система помощи при удержании полосы движения И контроль ограничения скорости Также есть настраиваемая программа помощи водителя Для доступа к которой требуется два нажатия кнопки на рулевом колесе В более дорогих комплектациях Qashqai больше алькантары, чем раньше Которая покрывает приборную панель, дверные вставки, подлокотники и крышку центральной консоли В связи с тенденциями последних лет Вся линейка Qashqai будет частично электрифицирована В версии с более мягкой гибридной установкой Стоит 1,3-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонадувом Который развивает 157 лошадиных сил и 270 момента Мощность передается на передние колеса Опция АВД через вариаторную коробку передач Для фанатов электричек появится вариант E-Power В котором используется 1,5-литровый бензиновый двигатель С переменной степенью сжатия мощности 156 лошадиных сил Этот агрегат не имеет физического подключения к колесам Вместо этого он использует двигатель в качестве генератора для питания аккумулятора Который питает электромотор мощностью 188 лошадиных сил Обеспечивающий все управление автомобилем Версия с аккумулятором и электроприводом появится где-то после 2025 года На совершенно новой платформе, предназначенной для электромобилей Nissan Qashqai конкурирует в очень популярном сегменте автомобилей Среди таких соперников, как новый Subaru Crosstack, Mazda CX-30, Toyota Corolla Cross, Honda Z-RV и другие Скорее всего, следует ожидать повышения цен Примерно до 38 тысяч долларов по текущему курсу На модель с мягким гибридом Стоимость полностью заряженного варианта E-Power Потенциально может достигать 54 тысяч 400 долларов Пока нет точной информации о официальном дебюте Qashqai Но, скорее всего, это произойдет где-то в этом году А продажи, как ожидаются, начнутся до последнего квартала Ну что вы скажете про этот некогда, да и сегодня, популярный автомобиль у нас в стране? Напишите свои комментарии, интересно их будет почитать Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Вот здесь сейчас появится QR-код для того, чтобы можно было зайти в наш телеграм-канал И, конечно же, подписаться Внизу будет ссылочка для перехода в нашу группу ВКонтакте Подпишитесь обязательно Мы возим запчасти к американским автомобилям и кузовщину в том числе По всем вопросам в телеграм-канал А с вами был я, Евгений И пойду искать новинки автомобилей специально для вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...